Продолжение следует... В чем сильна Свято-Владимирская семинария, и что ценного она может предложить всему остальному православному миру? Например, что-то, чего нет в России, в русском православии, или чего-то, в чем мы не сильны? Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я не хотел бы проявить неуважение к кому бы то ни было из Свято-Владимирской семинарии или из России, если уж на то пошло. В Свято-Владимирской семинарии очень сильное преподавание исторических дисциплин, патрологии, церковной истории, литургики и свой подход к библиистике и догматическому богословию, который основывается на исторической перспективе. Мне кажется, это то, что должно поощряться повсеместно. Мы вступаем в эпоху, когда история, вернее, мы скоро окажемся в таком моменте времени, когда число живущих людей будет таким же, как число всех, кто когда-либо жил. История и ценность прошлого больше не являются очевидными сами по себе. Один из результатов этого процесса таков, что нашим студентам, да и вообще православным христианам, в наше время стало очень легко смотреть на прошлое, просто как на удобное хранилище доказательных текстов, каталог изображений, которые можно соединить в какой-то персональный коллаж, чтобы использовать в своей личной аргументации или подкреплять свою персональную духовность, а это может быть еще опаснее. Для того, чтобы встретить прошлое, осознать его инаковость, связаться с ней и преодолеть ее, ступить с прошлым в диалог, например, чтобы увидеть святителя Афанасия не просто кем-то, кто подтверждает мои собственные взгляды на тот или иной вопрос, который дебатируется в нашем политическом климате, и при этом может что-то сказать о тем человеком, которому я не только должен верить и следовать, но которого я должен также научиться любить, и его недостатки, и его увлечения. Это гораздо сложнее, поскольку нам хорошо удается идолазировать наше прошлое. Нам очень трудно бывает дистанцироваться до такой степени, когда мы могли бы полюбить это прошлое так, как мы любим своих родителей. Свято-Владимирское семинария – очень важное богословское учебное заведение Православной Церкви в Америке, которое традиционно было связано с русским православием, имело русское происхождение, но в наше время стало больше американской православной церковью, как и говорит ее название. И я полагаю, что большинство студентов вставят о Владимирской семинарии американцы, которые в какой-то момент обратились в православие, обрели свой путь. А есть ли у них свой собственный путь? Отличается ли он от их общепринятой православной практики в православных странах или нет? Мне нравится это выражение, которое вы употребили в православных странах. При том, что в некоторых православных странах, например, число абортов значительно больше, чем в США, а число людей, регулярно посещающих церковь, гораздо ниже, чем в США, даже среди православных христиан. Но я оставлю это в стороне и вернусь к вашему вопросу. Хочу внести несколько поправок и уточнений, может быть, и не с самого начала, но, по крайней мере, с 1940-х, с 50-х годов Свято-Владимирская семинария была ориентирована на разные православные традиции, имела все православный дух. Даже когда большинство студентов, может быть, из Американской православной церкви, всегда есть большое количество студентов, например, из Антиохийской архиепископии. Чуть меньше, но все же всегда довольно значительное количество студентов из греческой архиепископии, из сербской епархии в Америке, а также постоянное в течение уже долгого времени присутствие студентов из армянской, маланкарской, индийской и сирийской церквей, то есть дохалкидонских и нехалкидонских церквей. А также у нас есть студенты из Африки, Европы и других частей света. Благодаря этому определенное число студентов в Антиохийской архиепископии и особенно в православной церкви Америки вступают в православную церковь уже во взрослом возрасте, чаще всего это молодежь. У них, конечно, бывают определенные вопросы и проблемы. Они приходят из самых разных общин, и у них разное прошлое. Например, приходят люди, возмущенные тем, что творится в Англиканской церкви, Пятидесятники, Баптисты и много других. Поэтому проблемы и вопросы у них в ряде случаев совершенно разные. Есть у нас также и растущее, хотя пока и медленно растущее число людей, которые выросли в православии с детства. Это дети предыдущего поколения, обратившихся в православие. Так что они, по сути, настоящие американцы, выросшие, однако, в лоне православной церкви и знакомые с православной практикой в том виде, в каком они ее восприняли. Таким образом, состав учащихся и преподавателей семинарий очень разный, что затрудняет какие-либо обобщения. Я каждый год сталкиваюсь с тем, что в некоторых случаях я говорил что-то в полной уверенности, что меня поймут все студенты. Например, мог пошутить о той или иной приходской ситуации или что-то в этом роде. А в ответ я получал только недоумевающие взгляды, потому что там, откуда они приехали, все совершенно иначе. Поэтому очень важно для такого заведения, как Свято-Владимирская семинария, а также и для Свято-Сергиевского института по-настоящему хорошо знакомиться со студентами во время всевозможных общественных мероприятий или в иных ситуациях, а не только в учебной аудитории. В некотором смысле современные технологии помогают в этом, потому что они позволяют общаться онлайн для синхронного и асинхронного обмена информацией. Это дает возможность выяснить, какие вопросы есть у студентов, чтобы порекомендовать им какую-то литературу. Вы можете также сказать несколько слов, а потом обнаружите, что люди совершенно иначе поняли то, что вы сказали, или то, что они прочли. И в данном случае вы имеете возможность сразу ответить на их вопросы и разобрать их, а не ждать горьких разочарований в конце семестра или в конце академического года. Отец Иоанн, вы знаете, что у нас в России тоже много семинарий. У нас также есть несколько академий, и если взять, например, Московскую духовную академию, которую мы представляем, и сравнить ее с Санкт-Петербургской или Киевской академиями, то мы увидим, что у каждой из них свой собственный облик, отличающийся от других. Действительно, что касается ваших замечаний относительно академии в России, то они также относятся и к дореволюционному периоду. Казанская академия была ориентирована на миссию, Санкт-Петербургская занималась социальными проблемами, а московская больше концентрировалась на исторических и догматических проблемах, если я не ошибаюсь, поскольку глубоко этот вопрос не изучал. В США, как мне кажется, богословских различий меньше. В любой период многое зависит от личностей, поскольку и Свято-Владимирская семинария, и семинария Святого Креста обе не очень большие. В большинстве случаев различия не связаны с ориентацией факультета, кроме тех случаев, когда есть человек, чьи интересы лежат в несколько иной области. Иногда различия связаны с восприимчивостью студентов, а она также бывает различной. Вы знаете, время от времени создается впечатление, что некоторые студенты полны решимости не изучать ничего из того, что вы им рассказываете. Причем, такие жалобы я слышал от коллег из обоих учебных заведений. И, к сожалению, я должен сказать, что наибольшие трудности связаны с изучением библистики, с библейскими исследованиями. Это объясняется тем, что в США многие знакомы с фундаменталистским протестантским подходом к изучению Священного Писания, особенно к Ветхому Завету. Они чрезвычайно критично относятся к любому историко-критическому методу прочтения Священного Писания. И хотя Русская Православная Церковь не всегда высоко ценила историко-критическую науку и ее методы, она, по крайней мере, не боролась с наукой систематически с помощью буквализма, подобно американским протестантам-фундаменталистам. И это давало возможности для большего расширения диапазона в библейских толкованиях. Очень жаль, что ситуация именно такова, потому что не только историко-критическое изучение Священного Писания, но и просто изучение его, разумное, открытое, постоянное исследование Писания, это то, что обеспечивает и личностный рост студентов, и рост их способности нести и возвещать Слово Божие в наши дни, в их собственной ситуации, а не только повторять толкование на Священное Писание Феофилакта Охридского, что зачастую бывает единственным, что мы умеем. Для этого требуется время и многое другое, и прежде всего постоянное чтение, постоянное чтение с использованием толкований, постоянное чтение на языке оригинала. Это требует заучивания и изучения не только воскресных евангельских чтений, но и тех контекстов, в которые они вписаны. По счастью, в США, по крайней мере, православные верующие, впрочем, вообще люди в США, но особенно христиане, испытывают большую тягу, голод по отношению к Библии. Они любят библейские исследования. Я не уверен, что православный клир и приходские священники всегда достаточно хорошо готовы отвечать на их вопрос. Иногда они читают академические лекции, подобно тем, что я читал сам. В других случаях они предлагают фольклор или что-то подобное, что не имеет отношения к возвещению живого Слова Божия, но является скорее набором традиционных изучений, клише и общих слов. Спасибо вам большое за это замечательное интервью. Мы надеемся, что ваши замечания принесут большую пользу нашим академиям. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok